Стром, я готов. Я готов. Я начинаю снимать. Стоит. Я комментирую в русском. Извините, в русском. Я снимаю на YouTube. Итак, начинается наша замечательная семинар. Доброго времени суток! С вами Павел Серебряков и... Штормхэт и кто-то еще из USA. Что могу сказать? Низеры, как обычно, кривые. Острова плюс-минус. Сложно сказать. Из севера есть хороший остров. Рядом длинненькие, зато у юга. Слева стал неплохой. И справа, в принципе, ехало захватывать. Ну, посмотрим, кто кого переправит. Слева. Так, штурмкэт решил за дождик поиграть. Вот, собственно, уже преимущество, фактически, идет по игре. Доле у нас играет гораздо медленнее. Поиграет играет гораздо медленнее. Промкэт играет 400. У феникса 800. Ну, логично, логично. Еще и вторую, которую я вообще поставил за чем-то. В начале игры. Такое ли там было солнце? Не понятно. Ну да, раз генерировать врачиство. Такое себе удовольствие. Ясно. Солнце смрашивал бы. Ммм. Видно, что штурмкэт играет на полном расслабоне. Ясно. По-моему, боты будто его напрягают сильнее. скорость брайджинга уровень воскресенье вечером под пиво и если у кого-то на грима нет если у нас кнут игры на грима нет еще у нас кнут игры а тут все вышедено пост на севере ну конечно опять же загейзерово сейчас форма щитатик падла сейчас, но мне кажется что не очень равномерно ну да, юга острова все таки щиток удобнее для аутпостов в чем собственно старолкаппи пользуется активно феникс вообще собирается аутпост еще делать, мне просто интересно феникс и он хочет вообще всю карту двенаголем не собирать и не тут я даже не знаю что сказать если за по брайджингу и по скорости еду конечно я не спросил еще феникс не то что крайний видачный байджинг правильно нужно было сразу заплатить центральную аутпосту феникс нужно не только заплатить но еще и защитить но и все данную ситуацию сделать невозможно мне кажется в принципе фономики а я еще ирши покупал в начале игры ну класс поход не слава металл тут а два голем мы ирши ну а три голем иршимся не ну ладно давайте мост толкуем далеко еще брайджин я еще правду напускал иршип или чтоб пристали быстро ничем притащить ну на пятой минуте игры заказывается иршип ну сколько там часок а а вообще играет или это так и из-за него на уровне где нибудь там кнайт или принц ну да вот я оцениваю уровень игры серого как принц в лучшем случае хотя принц бы еще мостами задолбал а здесь как то совсем скучно ну надо на нас не приграть как раз вот тренируюсь а теперь не что кнайт развлекается стоит уже где модернизировать как ты с другого до второго уровня да в конце да я всегда хотел спросить за что он стоит по два кандра воркшопа что то из грома не влазит уже не заинтересно где-то интересно ну да ладно как бы так уже наверно написал гг что он будет под площадку искать что и стало интересно голем у меня поднимает шипов не ну понимаю что там за солнце хочешь кашить но имело бы смысл а так хотя бы там чуть-чуть но ветер есть не знаю хотя бы что решка находит конец ну да кедри ворды конечно же мы даем делать обязательно можно даже не смысл а саму бурюкаду не защищаем никак но освещаем называется игра на расслабоне ну что там как это все стандартно надо по выпендриваться воркшопами на любую стоящую жизнь ну да экономика вообще странная потому что никто не тратит деньги я больше скажу не то что никто не тратит а никто не собирает толком не тратит не тратит а вон стоят вообще ничего не делать тратит а че наделать я удивлен что ветер вообще что-то делает я удивлен что ветер вообще что-то делает жалко не погулять посмотреть от лица играющего потому что на папке совсем он еще хоть что-нибудь делает на нем у вас 6900 ну ни черта не делает пусть бронидероденцесс что-нибудь веселое в производство запустило я только чувствую что он там где-то по телефону разговаривает потому что я что-то не вижу чтоб он вообще что-либо делал ну может что просто всегда видно собственно что происходит сейчас я и чуть ни черта не происходит ну пусть на экране зряется ну пусть на экране зряется а где-то у него приз входит аргументы по моему еще не далеко за потери 300 а ну конечно кроссболлы ну класс самое лучшее что может было чувствовать и поставить nice ship control by the fin я наконец увидел что он все таки играет сам ну может быть шип control is nice ну и все остальное Кажется, что он полыгры вообще отсутствует. Да блин, хватит собирать горе-маме, ну елки-палки. У меня там местном целешки нет, блин, что? Ну блин, ладно, может он все проходим на этот шип. А зачем? The Fenix have storm power, but he have no idea what to do. On this stage of a game, just the wind is not a move to play effectively. He needs for some advanced technology on this stage of a game. Like Tundercanons, Ice Towers, and so on. Yes, man. Честно, приз решил походить, куда-то быть. Ну, что я могу сказать? Ну, ну и все, как бы. Ну, вообще, варианты точно нет. В начале замки было все понятно, а сейчас, ну, ну, только если, что нам прекрасно заняться нечем. А крабы так принципиально простаивают камеры и сталиками, типа, не прикидывая запаски сталиков? Кранических табов. Или не хочешь так быстро собирать? Мне просто интересно, что мы в том, что он как в голове. Почему всю группу обеспечить, я там черта не делаю. В общем, извините, да, 1x только в поле жопы жует. С копейками тысяч. Так, стоп, я пропустил немножко, а он построил гром. При просто нулевой экономике, но гром это прям, это да, сильно. Это очень сильно. Единственное, что оправдывает гром, в такой же позиции, наверное, это был в орке. Но они здесь нахер все с ним нужны. Простите, за мой франкузский ритм. Так, как-то сказал нахер. Не хотел, опять. Не хотел. Я даже не знаю, что сказать. Ну, построить гром на дентгенда канона, дорогущего. Нет? Даже не знаю. Скрано, что оршит еще жив. Просто по глянкам было его. Уш мякоть. Опять же, да, штурмпет просто развлекается. При его ресурсах можно было уже нагнуть их в два раза. Улучшить этот корень. Даже по грибарду мы все еще отдадим штурмпету. Ага, правильно. Наши ресурсов много. Ну, да, самый жирный килл иван пришел. Стандартный момент. Но почему бы я дам? Отлично. Свои големы на пляже моего Девилмакера. И да, я согласен. Я думаю, что Феникс должен собрать хорошо, чтобы планировать тандер, потому что тандер очень дорогой. Ага, ничего не договорил. Ладно, ну понятно, что игрок совсем пока еще не в семье, потому что работает. А, ну каждый сейчас планировал. Свои големы, которые все еще не хотят. Осталось учитать Девил Мэкер, аэршип, и все. Да. Если я убью его аэршип... Ну да так все, в принципе. Только Килдиват, больше нет. Просто в общем, это хорошая стратегия, потому что... Килдиват. 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 Пауза. Пауза. И он нуждается, он нуждается, чтобы восклить его экономику. Чтобы снять. возможности, то атак не съем ну просто для сравнения, у шнурмп это 12000 у феникса 1300 просто достал потому что с начала я построил много много понятно, да игрок с уровня новичок совсем еще экономика не езжает ну и скорость да, то есть по бразженту можно понять что я такая уж лучше, но я играл либо только обтягивается, либо давно не играл я совсем не понимаю, что здесь происходит ладно, фиг с ним с бразжентом хотя это, конечно, очень ладно, но экономика совсем дырявая да, это реварк совсем такая даун в момент уже запустил ну да, он там подружится если уж берешь дорогую технику то как бы нельзя ее отдавать это же самый пустый и жирный кивривард ну, что тут еще ну, что тут еще ну, что тут еще ну, что тут еще ну, что-то я так много играл с колнероном и с сетбедом что ему выписалось с первого места ну, что-нибудь попозже ну, что-то тоже вариантов минимум, в ситуации 5 было выиграл, можно было его сникнуть не взять сейчас даже сложно забать сейчас даже сложно забать как он там расстроился я у кого вариантов еще не знаю хе-хе-хе продолжает строить дорогих юнитов при нулевой экономике ну, понятно, да как бы в кромке это все еще курит бамбук просто пытались не хотят это зачем? перетащили по две стороны и ладно поскольку это надо, чтобы все равно соль бить вместе с соль бить не будем соль бить ну, пускай по два приставика просто не ходили и все можно соль бить на пенсию пособие по безработице нет, так называется в общем, крабы ходят бамбук на пособие денег не бросят хорошо почему с ним у нас халявный перевар без конца идет хе-хе-хе это же как это жилье в аренду сдувать хе-хе-хе да да независимо только от чукаба только перед бамбуком обеспеченный маной обеспеченный маной интересно, что он кто-то хоть что-нибудь собирает деньги кроме килл-реварда а, ну да, эти, наверное нет, все, 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 все даем меккеры и все больше ничего даже не наблюдал больше ничего в фенакавах покирать все еще бьет бамбук а че он, пенсия обеспечена старость обеспечена да и молодость крови тоже, наверное, старость, 21-ая минута они в принципе со старшего были победителя по жизни ну, три с половиной всего первые миллионы заработали хе-хе-хе все-таки крабом их не сиделось на месте может осталось всего тысячи а не стабилевкой зимой и дали все деньги пришлось снова идти на работу как я обещаю на историю мне было планировать вкладываться а не просто заделик или бамбук без танца неизбеж нет так, я сейчас дал лора договорюсь отключаю на историю клави у нас уже 22 минуты а на карте не происходит кроме чего-то ни хера нового вы просите за мои французские я опять сказал сделава ни хера не хотел точно ну, конечно же феникс продолжает обдаваться по ревардам а на карте не хочет работать я попросил тот момент когда у нас появились воздушные шарики ну, точно не если садим я уже на карте поспаду ну, наверное супер скучный комментарий но во-первых вечер в воскресенье вот второй вторые сутки не спал а в-третьих игра настолько скучная что и уникла не знаешь сказать но бремя Тандеркан пытается выписать прауну но крабы накурены и все равно на опасную гордорожку искать кристаллы 300 раз я так делал мультфлист, показал какую-нибудь нелегкую ситуацию вот и сейчас мне кажется, он скоро очень выходит в супернелегкую ситуацию а хотя нет, смотри, постановился мультфликантовой ну было близко, было близко нет, пошел дальше да, ну что серьезно ну тут, короче, есть вариант, как его очень быстро забрать вопрос о схоже следить за вариантом штормкад тоже на его, так сказать ну да, то есть он располагался а вот тут был вариант много имели контроля никакого ну почти неужели не заберет ну бывает, чуть-чуть еще давил мейкер, не подведи, есть ну и теперь, в общем, как лот-хлотер уже летит, я так понимаю да да это было абсолютно предсказуемо в принципе, он мог, штормкад мог, вот, то же самое сделать еще что у него унити наката игры хе-хе 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 это хорошо, что фианикс не понимает ну и что значит, чтобы было немножко обидно это что-то забить клуб флота растет вариант конечно, там гад просто издевается он уже свой щетинец здесь где-нибудь да? хе-хе 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 доставлено спасибо, что воспользовались нашими услугами поставьте нам пятерку в нашем приложении публичную или нижнюю пято мне интересно, в чем категорами, для чем заняться? ну, то есть, мне кажется, с ботом было бы что-то интереснее поиграть хе-хе это даже не уровень принца, я что-то ошибся даже только пониже, наверное, кто-то ниже принца, не помню ох, то есть, я пропустил тот момент, когда что он как-то подставил своего приста под тундеркэнн мне интересно, это было намеренно или случайно? что-то мне кажется, это было намеренно хе-хе хе-хе а, это был хитрый план, как ушатать последний ершик ну, ясно хитрое, хитрое в самом смысле, это было супер хитрое сделать приманку в виде приста да, такой тактики я еще не видел не, я всякое видел в игре, но чтобы специально обезвижить свою приста ради того, чтобы ушатать ершик ну, да, это было сильно а куда ершик опять летит? хе-хе, ну, ясно хитрый вардыш надо отдать, правильно крабы не хотят работать хе-хе где, кстати, крабы? куда они теряются? вот они опять где-то не хотят работать либо они расконтролились хе-хе хе не верю на эти крабы а, да, я опять курит вам бух да-да-да что-то я не заметил ну, конечно, ну конечно, можешь на хитрый вардыш дальше жить хе-хе бригады крутятся бабнишка мутятся целая бригада крабов хе-хе ну, не знаю мне интересно, в чем цель с ним крада то есть, ну, может, зато таймер 40 минут посидеть там, я не знаю это просто она столь простая, чертела игра, что уже совсем не ищет заняться ну, что бы просто не сделал сейчас хе-хе хе-хе как бы с ним абсолютно хотя у него все пизеры до хе-хе еще не собран но хе-хе все с такой экономикой хе-хе 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 хе 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 ну давайте рассуждаем со стороны хе-хе что бы делал я на его месте сейчас в данной ситуации во-первых забил бы нахрен на горе ясм особенность более быстрая но у тебя есть там в репортшопе просто вот я хотел балку сейчас мне захотел тележку делать ясм да, на тележке вот надо организировать вот так вот в рейкл но она не лежит в тележке ну, окей туда балку это первая я не рискал я не рискал отца потому что даже если феникс отца 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 ну, дальше ну конечно капчу за квест хе-хе-хе-хе Наверное, да, имел бы смысл, но не с такой командой, совершенно не с такой командой. Был, все, наверное, выход. Ну, это если еще, на случай того, все не влазят тележки, я не скажу, не понял. Ладно, это команды, про дальше, ну, дальше даже не знаю уже, еще можно это придумать. Почему-то надо, the country, devil maker, как-то превращено. Раз у нас уже есть плана, а нам... Ну, башни, наверное, у нас был ворхом. Короче, да, нам, наверное, стоило по грому идти, потому что здесь куча льда. Почему еще это контрить, я не знаю. Гром и солнце, других вариантов, наверное, нет. Хорошо, дорогой вариант, но лучше, чем ставить час по чайной ложке по одному тандеркену, но при этом покупать что-то дорогой шевер-шипы. Ну, я не знаю, что это, наверное, я не знаю, что это, наверное, я не знаю, что это. Смотри, ты же сами никогда не сканплишь, слишком много всего у меня старых шевер-шипов. Ну да, конечно, буду конклить ветром, которым я вообще не продал со всю игру, но заказала генерал. Ну да, ну да, блин. Мпед просто изделался, решил, короче, это, дедовщину поиграть со слонячками. Я тут у вас папка, а тут вот это выключивайся как тут. Я даже флору дам раз десять. Не, не десятки раз, ты не сможешь хоть что-то не сперывать. Холер нет. Не, ну зачем заказывать таких юнитов, я нахожусь как пусто позднее. Ну только гром бы имел смысл. Солнцовый столик. Буллвард и так, наверное, в производстве их еще нет. Да, Буллвард вообще нет в производстве. Буллвард тоже нет в производстве. Зато есть генератор и Тандерклаун. Здесь вообще не... Так, собаки, пяти, иногда. Я даже не знаю, ну здесь есть парамет, где могу вот Тандерклаун использовать? Ё-о-о-о. Пока он вообще не работает. Да, хорошая пытка. Лучше откуда-то клад-фоттеры. Если я прям не помню, они в суть регенера полетят. Ну, опять же, да, это не знание механики, к сожалению. Не помню, клад-фоттеры сейчас полетят, регенят, или подосозятся. Понятно. Я... 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 Может... Блин, я вот по вечерам вообще по английски не могу спать. Может быть, что-нибудь предсказал бы, но боюсь есть игру в мыслях, так вот. Очень моё тонненько, грустным голосом рассказывают. Игра настолько скучная, что я уже был рада поспал. У меня что-то ромка, это тебе реализм, это нечего. А, ну да. Тут уже про микробовку, что и Клод Холтера нашел этот дом богу принес. Типа летит такой Клод Холтер. Работан. Клод Холтер, давай к нам, у нас тут весело, у нас тут туса. Он такой, ну сейчас это кристаллы дальше. И присоединились. Это произошло. Вот интересно. Да. Чисто по приколу, видимо. Это Лабиринт называется. Лабиринт. Ха-ха-ха. Лабиринт. Ха-ха-ха. Конечно. Подсказываем. Подсказываем. Нужно было мелодия с Менкета Субтитры сделал DimaTorzok